Так, ну вот, начинается некоторый новый семинар, который, как мне представляется, ну, как говорится, своевременный, но с другой стороны, мы на самом деле сильно опоздали с таким семинаром, потому что область очень большая, а до сих пор как-то систематически она нигде не освещалась. Вот, значит, были несколько различных таких эпизодических курсов на эту тему. Вот, в частности, есть мой курс, который я читаю не каждый год в Высшей школе экономики, но он такой совсем вводный курс в эту область, категория универсальная алгебра. Он будет и в этом году, кстати, он семестровый маленький курс. Вот, ну, конечно, самое интересное находится далеко за пределами этого вводного курса. Ну, давайте я сегодня попробую обрисовать, я не очень знаю, какой уровень слушателей здесь. Я попробую обрисовать немножко про историю этой области, так, очень конспективно. И остановлюсь на тех вопросах, которые скорее мне интересны, чем те, которые общеинтересны. Ну, потому что в такой большой области невозможно обозрить все. Постепенно, по мере продвижения этого семинара, я думаю, мы будем затрагивать самые разные вопросы по желанию слушателей, конечно, и по нашим возможностям. Вот, ну, давайте я начну прежде всего с того, что такое алгебраическая логика. Значит, алгебраическая логика изучает логику с точки зрения алгебры. Ну, и есть, конечно, движение в обратную сторону, алгебра с точки зрения логики. Но это уже все-таки скорее другая область математики, это скорее теория моделей. Значит, логика с точки зрения алгебры. Идея, по-видимому, впервые пришла Булю. Такая, значит, Буль. Ну вот, этот год, уже почти 200 лет назад, считается годом-началом вообще математической логики. Идея Булли состояла в том, что высказывание можно тоже рассматривать как элементы некоторой алгебры. И над ним производить операции, подобно тому, как мы обращаемся с числами. Ну, все хорошо знают, что это за операции. Дизъюнкция, конъюнкция, отрицание, компликация. Вот эти операции были некоторым образом введены. И дальше изучались соотношения между операциями. Какие законы выполняются. Что это значит? Значит, выполняются некоторые законы. Ну, в действительности, когда мы рассматриваем абстрактным образом алгебра высказываний, это значит следующим образом. Значит, мы рассматриваем множество высказываний, рассматриваем множество операций над ними, и кроме того, нас еще интересует, в отличие просто от алгебры, когда это множество с операций, нас еще интересуют те высказывания, которые истинны. Значит, это некоторые выделенные множество. Деп, одно, что икс. Не пустое, естественно, должно быть, потому что должны быть все-таки какие-то высказывания истинны. Сейчас, но не совпадающая сексом, наверное, совсем. Ну, в тривиальном случае мы можем считать, что все высказывания истинны. Это противоречивает такая, так сказать, тривиальная алгебра. Ну, наверное, там можно сказать, что о все ложные мы не хотим говорить. Никакого истинства нет. Да. Ну, может быть, и так можно, да. В принципе, да. Но как только у нас... Нет, ну, обычно в алгебре вот это... А, д пустое, да? Ну, да. Ну, в принципе, да. Давайте, да, как бы. Если бы такие выраженные... Да, да, выраженные случаи, конечно, можем вот так взять. Вот. Ну, вот. Значит, теперь. Дальше делается следующее. Ну, это то, что, так сказать, первое приходит в голову. Дальше делается следующее. Все-таки это не алгебра еще. Ну, так сказать, не совсем алгебра. По-видимому, Буль это до конца не очень понимал, что там алгебра, что, так сказать, нет. Вот. Ну, то есть формально, конечно, можем действительно множество высказывать, на нем определить эти операции, но у них никаких свойств не будет, собственно говоря. Потому что там А или А, это не то же самое, что А. Это разные высказывания там, допустим, да. Вот. Значит, поэтому нужно некоторое отождествление произвести, чтобы получить то, что мы называем Булевой алгеброй, естественно. Значит, нужно взять... Значит, из этого мы строим алгебру некоторую. Алгебру уже настоящую, с некоторым носителем. И... Значит, из этого мы строим алгебру. А это то, что называется логическая матрица. Вот такая вот структура. В большинстве случаев, когда мы изучаем различные логики, нам достаточно вот этого. Только алгебру рассматривать. Но иногда бывает, что приходится обращаться к матрицам, потому что... Ну, я сейчас это чуть попозже объясню, почему это так. Значит, как строится это А? Значит, нужно взять отношение эквивалентности. Благо, у нас есть вот эта связка. Значит, тогда мы можем определить здесь такое отношение. Х эквивалентное у, если... Вот. Их эквивалент... Логическая эквивалентция принадлежит Д. Если это истина. То есть, из х следует у, из у следует х. Ну, это обычно так обозначается, как вы знаете. Вот. Значит, все мы склеим. На самом деле, эта эквивалентность согласована со всеми операциями некоторым образом. То есть, если... Она... Вот на этом... На этой алгебре, если вы рассматриваете, как алгебра, будет конкуренцией. Вот. И поэтому, значит, все здесь законно. И получается вот то, что называется... Если мы рассматриваем алгебру высказывания и понимаем вот эти связки так, как, так сказать, мы привыкли, то получается булево-алгебра. Вот. Ну, если здесь булево-логическая матрица... Ну, дальше уже другие люди работали, так сказать. И было понято, что булево-алгебра на самом деле можно определить совершенно независимо и чисто алгебраически. С помощью некоторых тождеств. Значит, это набор тождеств, который там разным образом можно записывать. Там до еще... В течение 100 лет примерно. На той стороне доски уже не видно. Правда, вот где то, а, окей. Да, вот так нормально, да? Сейчас, да. Повернем. Значит, тоже там происходило некоторое спортивное во многом занятие. То есть люди пытались искать как можно меньше тождеств, как задать одним тождеств. Ну, в общем, такие вещи, которые, на наш взгляд, уже очень странно выглядят. Тем не менее, это еще до 30-х годов прошлого века все это, вся эта деятельность продолжалась. Значит, ну, мы знаем, там, как это записывается. Что-нибудь такое. Значит, коммутативность, ассоциативность, эдемпотентность. Сейчас, ассоциативность, коммутативность. Еще раз, дистрибутивность. Ну, и еще есть другие, которые я не выписываю, потому что это некоторая стандартная история. Удобно еще здесь использовать, так сказать, тут в сигнатуре у нас нету, но удобно использовать, конечно, 0 и 1 тоже. Значит, можно сюда их добавить. Вот. Ну, и тогда тут тоже для них некоторые свойства постулируются. Ну, и что-то там еще, что некоторым минимальным образом это все можно записать. Ну, хорошо. Это вот такой алгебрический взгляд. С другой стороны, не нужно забывать, что у нас мы... Все-таки это высказывание, и мы работаем здесь с логикой. Поэтому, с другой стороны, мы можем все истинные высказывания, ну, или все дождественные истинные выражения получить при помощи некоторого исчисления. Вот, исчисление высказываний. Классическое исчисление высказываний. И для него справедливо оно специально так строится, чтобы как раз выводить то, что нам нужно. Значит, теорема полноты. Некоторое. Ну, что мы выводим? Выводим мы здесь уже, на самом деле, вот эти выражения, которые с точки зрения уже логики являются... Здесь они термы, а здесь это формулы. Но это одно и то же. Вот. Значит, формально, графически это одно и то же. Значит, и теорема полноты выглядит следующим образом. Значит, выводится то, что тождественно равно единице в каждой алгебре. Ну, вот я так это напишу. Булево алгебры. Значит, это булево алгебры. Вот здесь возникает у нас класс алгебры, удовлетворяющие эти тоже суммы. Значит, тогда и только тогда, когда это верно. Ну, то есть, лучше вот так вот пока напишем. Фи равно единице. Вот. Тогда и только тогда, когда... Значит, тоже все знают. Не нужно все алгебры рассматривать, а достаточно рассмотреть только алгебру из двух элементов. Вот. То есть, таблицу истинности и на ней проверять все верно... Верна формула или нет. Это вот тоже такой замечательный фактор. Достаточно двух элементов. Значит, еще раз я тут пока написал. Значит, в алгебре мы можем, когда у нас вот такая вещь есть, бульва алгебра, мы можем вместо тождеств произвольных рассматривать только тождества с единицей. За счет того, что у нас есть вот эта связка эквиваленции. И в логике обычная эквиваленция есть, поэтому нам произвольные тождества не нужны. Вот. И наоборот, соответственно. И, соответственно, наоборот. Значит, от этих мы можем перейти вот сюда. Вот. Все отлично. Поэтому обычно говорят, что терм или формула, уже с точки зрения логики вы сказали, это формула, формула верна по определению, когда тождество выполнено х равно единице. Вот. И тем самым нас интересуют вот только те формулы, которые истинные. Совершенно типичная ситуация логических исчислений. Вот. Но в более общем контексте, конечно, интересны тождества. Тоже. Вот. В частности, в ситуации с другими исчислениями, не совсем такими, как это, уже приходится вот этого недостаточно. Ну, вот эта булева ситуация самая простая. Когда появились неклассические логики, это уже в 20 веке произошло, то, конечно, первый подход к эксимантике, он именно такой и был, гибридический. Примеров, примеры многочисленные, потому что имеется огромное разнообразие неклассических логик, и в каждом случае возникает свой класс алгебры. Вот это уже нас вводит в эту область алгебраической логики. Ну, а булево-алгебры не подходят в большинстве случаев, или булево-алгебры приходится еще чем-то обогащать дополнительными операциями. А обогащать, если есть там модальности, скажем? Если есть модальности, если есть... БАО называется, булево-алгебры. Булево-алгебры с операторами, да. Ну, может быть, что-то еще там, какие-то еще дополнительные структуры. Вот. Ну, простейший пример. Вот исторические, конечно, модальные логики, они без семантики были долго. А вот первый такой пример, когда пришлось другие алгебры рассматривать, это логики Лукасевича. для значимой логики. И им соответствует то, что называется МВ-алгебра. Значит, я быстро определю, что это такое. Что такое МВ-алгебра, как сейчас это понимается. Значит, это множество с двумя операциями. Это двуместное и одноместное. Ну, это как бы дизъюнкция, это как бы отрицание. И ноль – это ложь, константа. Вот. И, значит, аксиомы такие довольно простые. Значит, если вот про это забыть, то это просто коммутативный маноид. Маноид. Ну, это нейтральный элемент. Вот. А вот это отрицание, оно действует как… Значит, здесь оно действует как инволюция. Значит, ну, можно определить единицу, конечно, как отрицание нуля. Удобно, да? Вот. И дальше, значит, нужно сказать, что х плюс единица – это единица. Это так как… Ну, если в том числе это дизъюнкция, это как в классической войне. А, ну, единица равно не ноль, это как бы определение единицы? Это определение, да, да, да. Это определение. В принципе, мы можем добавить и такой аксиом взять. Ну, это, в общем… Вот. Ну, и самая такая странная аксиома, конечно, следующая. Вот. Это уже ни на что не похоже в алгебре. Да, это что-то… Что-то очень удивительное. Да, да, да. Это вот если это переписать, значит, так, как мы привыкли, значит, получится вот что. Ну, там… Вот это мы можем определить как импликацию, если хотите. Если думаешь, что это дизъюнкция, типа, да? Если думаешь, что это дизъюнкция, да. Получится вот такая штука. Вот. Ну, а если в булевом случае мы бы работали, то это была бы дизъюнкция просто, х или у. А это у или х. Поэтому это, конечно, в булевом случае такая ситуация верна. Ну, вот это вот обобщение. Значит, вот это тоже берется тоже в алгебры Лукасевича. Так, а для чего это все он придумал? Значит, он… Да, во-первых, как булевая алгебра отсюда получается. Если добавить еще и демпатентность, это дает булевая. Ну, если, конечно, мы, значит, ну, вот это хотим, чтобы было дизъюнкцией. Ну, вот такая игрушка небольшая. Значит, это вообще МВА алгебра. Лукасевич что я придумал? Значит, он, значит, предложил, чтобы у нас было не два истинных значения, а какое-то конечное множество, которое линейно-порядочное. Вот, простейший случай, значит, это вот алгебра, значит, где два значения, три значения, извините, трехэлементная алгебра. И там мы должны как-то эти операции понимать. Значит, ну, там, понятно, нужно вот… Вернее, значит, это будет максимум, как дизъюнкция. А отрицание, ну, так же, как булевые логики, единица минус x. Сейчас, а как так получается? Вот у нас максимум, он длинет по 5. Максимум xx – это x. А, нет, нет, тут что-то другое. Да-да-да, тут какая-то другая история. Не максимум, не максимум, да. Тут какая-то другая история. Нет, нет, тут что-то другое. Честно говоря, не помню. Может быть, это сумма? Это, наверное, сумма. Да. А что такое? Это сумма x плюс y. Ну, а как же 1 плюс 1, 2 нам даст? Типа, урезанная. 1 плюс 1? Ну, урезанная. Ну, естественно, сумма… Да, такая вот урезанная сумма, скорее всего. То есть, а половинь с половиной даст единицу? Да, половинь плюс половина единица, а 1 плюс 1 даст 1, скорее всего. Такая, как бы, урезанная сумма. Вот. Скорее всего, так должно быть. А, вроде бы, минимум из суммы единицы… А, вот так. Да, 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 да. Это и есть урезанная сумма. Да, 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 да. Значит, я был неправ. А дизъюнкция уже получится. Ну, это тогда, конечно, не это, значит, это неправда. Вот, значит… Ну, а это единиц минус x, естественно, все-таки. Половина в себя, а эти меняются. Да, половина в себя, а эти меняются. Вот. Хотя, конечно, мы можем дизъюнкцию тоже определить тогда, через это выразить, насколько я понимаю. Вот, дизъюнкцию, конъюнкцию можно выразить. Но вот эта вот операция тоже нужна. Ну, вот. А, это не дизъюнкция? Это не дизъюнкция, это нечто такое вот, какая-то вот такая вот странная. А выразить дизъюнкцию имеется в виду выразить максимум. Выразить максимум, да. То есть, дизъюнкция здесь можно… А это вообще всегда как-то… Есть какая-то общая формула, которая выражает через этот плюсик вот в кружочке… Дизъюнкция. То, что мы называем дизъюнкцию как максимум. Ну, да, 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 да. Вот. Ну, это, значит, как? Я сегодня только темы обозначаю. Значит, это понятно, что мы можем этим заняться. Значит, сейчас я еще кое-что скажу про это. Значит, чтобы получить вот этих тождеств, недостаточно, чтобы задать эту алгебру. Вот. Это, значит… Значит, эта алгебра называется МВ3. Вот для этой. Значит, чтобы ее задать, еще нужно одно тождество, которое тут проверяется. х плюс х равняется х плюс х плюс х. Вот. А это чем-то похоже на вот эти вот формулы, которые в интуиционистскую логику добавляют. Да, 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 да. Это формула Егенкова и Фрайга? Ну, типа такого, да. Вообще, как это с интуиционистской логикой связано, тоже интересно. Ну, вот такая вот, видите, здесь уже вот на уровне трехэлементной уже возникают такие достаточно интересные структуры. А вот эта штука, она однозначно задается, то есть логику вот этой алгебры. Да, эта задает логику этой алгебры, и это вот то, что называется логика Лукасевича Л3. Вот, значит. Иду такой, да, да, да. В таком... В, да, 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 да. Но это с интуиционистской логике. Да, да, да. Значит, вот так, вот так. Да, тогда и только тогда, когда МВ3 верно Фи. Вот такая теорема полноте там имеется. Ну, и также можно МВН задать. Вот. И через некоторое время было понято, ну, в принципе, этих алгебр очень много, но вот как бы аналог вот этой теоремы полноте. Здесь вот, видите, в классической логике у нас выводимость соответствует истинности в некоторой фиксированной алгебре двухэлементной. А вот в этом случае у нас такая теорема справедлива. Теорема о полноте значит, это Чен 58-й, по-моему, год. 58-й год. А Чен это тот же, который Кислер Чен? Тот, который Кислер Чен, да, 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 тот самый. Да. Вот. Вот что получается, что в МВАлгебрах у нас класс МВАлгебр, формула фи равной единице, ну, там, конечно, эквивалентность нужно каким-то образом задать, но это, значит, опустим. Ну, давайте, можно тождество написать, давайте я напишу тождество. Тогда и только тогда, когда это тождество верно в алгебре вот такой. Вещественных чисел от 0 до 1, интервал от 0 до 1. Вот тут я, я честно говорю, я не знаю, я не специалист. Значит, вот, вот, во всяком случае, вот это алгебра действительно характеризует. Да, 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 может быть, тут как бы эти все особенности полноты тоже как-то важны. Вот, то есть это, на самом деле, такая довольно большая область, оказывается. И уже из недавних результатов, вот, такой есть человек Даниэль Мундича. Общение должно быть в правой части? Должно быть, да, должно быть, конечно. Все в правой части, спасибо, да. Вот, Мундича обнаружил, что это вообще еще имеет другую семантику. Значит, это С со звездочкой алгебры, С со звездочкой алгебры, которые в функциональном анализе появляются. То есть нормированные алгебры, там специальные. Прямо те самые, которые вот... Которые, которые вот известны, да, да, да. Вот, и они тоже дают семантику... То есть это бесконечно мерные алгебры, наверное, мерные. Они тоже дают семантику вот этих вот МВ. МВ-алгебр. А сами они в каком-то смысле являются МВ-алгебрами? Ну, они в каком... Ну, да, что-то там, как-то вот эта вот операция там... Ну, вот это 0,1, что-то есть МВ-алгебр. И это есть, да, тут видно, да, тут видно. Да, а здесь, видимо, тоже что-то такое же. На них можно определить. Ну, вот это вот плюс этот можно определить. То есть МВ-алгебр представимы через С со звездочкой? Да, скорее всего, что-то такое там есть. Представление есть. Да, какая-то есть теорема представления. В общем, эта вот область вышла вот куда-то вот сюда. Вот, например. Хотя, казалось бы, это начиналось с очень простого обобщения классической логики, когда мы берем конечное число значений. Вот. Ну, это вот один пример. Второй пример, более знакомый, я думаю, этой аудитории, это алгебры Гейтинга. Да, ну вот я про это упомянул, а мы можем отдельно, допустим, на этом семинаре что-то на эту тему поразбирать, конечно. Потому что у нас семинар, да, что-то мы можем более подробно разбирать. Значит, другой пример – это алгебры Гейтинга. Ну, здесь уже ситуация другая. Если в случае Лукасевича у нас была изначально фактически некоторая алгебрическая структура и придумывалось исчисление под эту структуру, примерно так же, как классическая логика под эту бульву алгебру 0.1 фактически, то есть уже таблицы истинности заданы, а мы описываем тождество, то здесь ситуация совершенно обратная. Изначально в алгебре Гейтинга появилось исчисление логическое, а потом уже под него возникли алгебры. То есть изначально была аксиматизирована интуиционистская логика, интуиционистское исчисление высказываний, и оказалось, что его можно интерпретировать с помощью алгебры Гейтинга. Алгебра Гейтинга представляет собой решетку дистрибутивную с нулем и единицей и операции псевдодополнения, которая отвечает импликации. Значит, это должно быть у нас, значит, а дистрибутивная решетка с большим и меньшим элементом. А это... А надо постулировать, что а дистрибутивная, или это получится из того, что осталось? Из импликации получится, да. Импликация нам даст уже, конечно, дистрибутивность. Это можно так. Но если мы отдельно смотрим на эту часть, то лучше, конечно, так говорить. Что вот у нас была дистрибутивная решетка, а мы в нее добавили еще одну операцию. Ну, все равно не в любой дистрибутивной решетке, наверное, можно ее определить, так сказать, да? Да, да, да. Не в любой, конечно. Ну, можно взять любой конечный дистрибутивный импликацию определить можно. В конечный, да? Если взять там какой-то M3 или M5, то там импликации... Нет, они не дистрибутивные. Нет, трудоявлено, там импликации не будут. Но это не дистрибутивные решетки. Да, 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 вопрос. А вот если у нас дистрибутивная решетка бесконечная, я не знаю, вероятно. Но если полное, то есть. Если полное, то есть, да. Это локально. Да, да, если полное, то будет, конечно. Так, вот. Ну, это тоже отдельный вопрос, значит, поскольку у нас локаль будет, мы же никуда не денемся, да, естественно. Вот. Значит, ну и как все-таки, что это за операция? Значит, она определяется следующим соотношением. Вот, например, так. То есть, деление относительно, так сказать. Ну, фактически это деление, да. Да, деление относительно конъюнкций. Можно и так на это смотреть. Вот. Ну да, а есть случаи, когда у нас два деления. Это более тонкая ситуация, когда... Ну, это просто вместо конъюнкций нужно какое-то моноидарное умножение. Нужно умножение, да. И там так хорошо уже не выйдет. Но это, может быть, мы отдельно будем разбирать. Значит, соответственно, вот если вот так вот мы задаем класс гейтинговых аугебр, то, соответственно, у нас выполняется теорема о полноте. То же самое. В гейтинговых алгебрах верно ровно то, что выводится в интуиционистском числе. А верно значит равно единице. А равно единице, да. То есть, это выделенный элемент, который D вы называли, это только единице. Да, да, да. Ну, вообще, вот у нас, как я уже сказал, в большинстве случаев логики это D, оно сводится к единице. Это связано... Ну, сейчас я скажу, с чем. Вот, давайте теперь на эти два примера посмотрим в более общей точке зрения. Значит, когда у нас имеется произвольная алгебра... То есть, имеется некоторая сигнатура ангебраическая. Эти множество и... Ну, лучше сказать, что... Ну, лучше сказать, множество операций в некоторой сигнатуре. Лучше так написать. Значит, сигнатура алгебраическая. То есть, семена этих операций. Соответственно, мы можем в этой сигнатуре строить термы и рассматривать торжество. В алгебре верно торжество двух термов. Это с точки зрения... Если бы мы смотрели на это с точки зрения классической логики, то мы бы смотрели так. Что на самом деле это вот такая формула первого порядка. Если термы от x1... От переменных x1, xn и r тоже. То есть, верна вот такая формула. t... Для всех значений аргументов t равно r. Фактически это вот что. Ну, и тогда, соответственно, мы можем рассматривать... Если мы станем на точку зрения такой стандартной классической теории модели, то фактически мы рассматриваем торжество, то есть, формулу такого вида первого порядка, рассматриваем теории, которые задаются так. Вот. Это то, что называется эквациональная теория. Значит. И, соответственно, для каждой алгебры, для каждого набора торжеств, сигма – это множество торжеств, возникает класс алгебр, которые удовлетворяют этим торжествам. Класс фих алгебр, в которых они верны. Это и есть то, что называется в универсальной алгебре многообразием. То есть, фактически, вот эти примеры Болева, МВ алгебры, Гейтинговой алгебры – это примеры многообразия. Но они специальные такие логические многообразия. Конечно, другие классы алгебр, которые возникли не из логики, тоже часто бывают многообразиями, как, например, кольца или группы. Ну, это другие примеры совсем. Теперь, что можно сказать про логическую составляющую этого класса. Здесь тоже имеется теорема о полноте, такая достаточно тривиальная. но, тем не менее, она такая универсальная. То, что универсальное, обычно бывает довольно тривиальное, к сожалению. Вот. Значит, чтобы получать вот эти вот тождества, которые верны данному многообразию, строятся некоторые исчисления. Исчисления равенства. В этом исчислении мы выводим равенства. Вот такие равенства. Но можно по-другому сказать, что мы выводим такие формулы, если на это смотреть, как на формулы первого порядка. Вот. Какие мы здесь постулируем аксиомы? Значит, t равно t для любого терма. t равно r, равенство, которое входит вот в это наше исходное множество. И правила вывода. Правила такие. Так сказать, рефлексивность, транзитивность или сечение и подстановка в применение функции. Если f, то у нас символ операции. вот если мы это все постулируем, то тогда, естественно, возникает следующая теорема. Она называется теорема Бергов о полноте. Но она, в общем, достаточно тривиальна. Хотя, просто, главное было ее сформулировать свое время. из множества аксиом вот этих сигма выводятся вычисления равенства тождества тогда и только тогда, когда оно верно в нашем многообразии. Логика многообразия совпадает с теоремой вот этой, вот так сказать. Так сказать. Ну, это не совсем логика. Почему это не совсем логика? Потому что у нас тут равенство все-таки мы выводим. у нас единица как бы не выделенная еще. Если у нас абстрактное тождество, это как бы ничего. Это эквациональная теория. Это эквациональная теория. Но если у нас есть вот эта единица, которая позволяет все переносить в одну часть, эквиваленция есть, единица, то тогда это будет уже вот так вот выглядеть прямо как в логике интуиционистской и прочее. Вот. Ну, на самом деле тут совершенно по аналогии с тем, что мы видели в булевом случае, здесь есть одна алгебра, которая все это описывает. Это вот тут целый класс, но на самом деле можно одну алгебру рассмотреть. И это то, что называется алгебра Лендонбаума. Это, значит, свободная алгебра этого многообразия на мисловах. вот. Ну и тут стандартное там доказательство довольно такое нетрудное. амебро порождающих? Да, счетное число образующих. Вот. Ну, в действительности можно обойтись всегда для каждого конкретного тождества обойтись конечным словом образующих, естественно. Вот. Ну, вот это общий взгляд на всю эту историю. но здесь есть некоторый подводный камень один, который заключается вот в этом правиле. Дело в том, что если мы работаем с некоторой логикой и понимаем равенство как эквивалентность некоторой логики, то у нас вообще говоря вот такое правило может оказаться слишком сильным. Вот. Это и в модальных логиках тоже, например, часто бывает. Вот. Вот если мы вывели эквивалент, доказали, что два утверждения эквивалентны, то утверждения о том, что они необходимы, не обязательно эквивалентны. Вот. Особенно это, например, возникает в логике знания, когда у вас значит, а эквивалентно б, мы знаем а, но умеем даже доказывать, но некоторый у нас есть субъект, который знает а, он может не знать этого доказательства. А, вот это нет не сиситейшена? Да, если нет не сиситейшена, тут возникает проблема. Что это для окрестностных логиках? Да, да, это, ну, для окрестностных... А в нормальных моделях хочет вот такой же правду? В нормальных это правда, да, а вот в ненормальных логиках это может нарушиться, это даже такая ослабленная окрестностная семантика. Вот, такая ситуация, к сожалению, возникает. Нормально, значит, там есть и несиситейшен, и актеров, да, да, ну, вот в логиках доказуемости, конечно, эта ситуация встречается. Логики Соловея. Ну, да, такая логиках. Да, 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 такие странные. Вот, поэтому... Доказуемость с точки зрения истины. С точки зрения истины. Да, поэтому, поэтому это все-таки аппроксимация не вполне действительно универсальная, а правильная наука про вот такие абстрактные логические числения должна использовать не алгебры, а логические матрицы, как я вначале написал. А, то есть у нас может быть так, что относимость истины, но мы не имеем и доказывать. Да, 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 вот такие вот вещи. И это тоже, конечно, очень интересная тема. Но это все-таки, да, отдельная тема, можем тоже этим заняться. Вот. Так, ну вот, я уже сказал, что в случае, если есть единица, значит, мы можем все сводить вот просто к вводимости, так сказать, не тождества, а фактически терма. То есть то, что терма равен единиц. Для этого нужна эмпликация и единицы? До этого нужна эквиваленция, только достаточная эквиваленция, которая бы обеспечивала вам перенос в одну часть. Вот. Ну, или там, в алгебре там, по-другому это как бы устроено. Вот, если некоторый аналог этой истории в алгебрической геометрии, когда мы неравенство, на самом деле, работаем не с равенствами, а просто с тривиальным случаем, когда многочлен равен нулю. Вот. И поэтому там, там как бы по-другому, там с нулями мы работаем. А вместе эквивалент у нас как бы вычитание? Ну, как бы вычитание, да-да-да. Это другая история. Вот. В группах то же самое. Ну, там деление у нас возникает фактически. Вот. То есть, это ситуация не только из логики. Так. Ну, теперь следующая история, конечно, близлежащая. Это разнообразные представления. Дело в том, что вот эта теорема полноте очень, на самом деле, малоинформативна. Потому что вот эта алгебра, она в большинстве случаев совершенно непонятно, как устроена. Вот. Это, значит, фактически переделанная выводимость. Потому что эта алгебра строится как? Значит, нужно взять термы, нужно взять все термы, множество всех термов, и профакторизовать по эквивалентности, значит, два термоэквивалентные, если выводимо, что они равны. Получается очень большая алгебра, очень большая. Образующие там будут, вот эти, счетные образующие, это будут как раз переменные. Потому что они неэквивалентные, так сказать. Ну, если они эквивалентные, то вообще все врождается. Вот. И как она выглядит, это совершенно непонятно. На самом деле, как я уже сказал, нам достаточно, мы можем написать еще вот так, это тоже нетрудно сделать аналогичным образом. Вместо вот этой вот большой счетной порожденной алгебры можно рассматривать конечно порожденное. если у нас эти термы от переменных х1 и х7. Там переменных. Это немножко облегчает жизнь, но, к сожалению, не сильно. Ну, когда локально конечное, то... Да, ну вот, значит, это понятно, локально конечное, это, редкий случай. Давайте рассмотрим случай вот с Геттингом и алгебрами. H это многообразие Геттинговых алгебры. H Ну вот, и здесь уже возникает совершенно неприятная ситуация. Прежде всего, значит, даже уже алгебра с одной образующей, свободная, оказывается уже бесконечной. То есть, если вы рассматриваете в интуиционистской логике формула с одной переменной, они, их бесконечно много неэквивалентных. Эта алгебра, однако, известна. Она такая, ну, имеет, в общем, вполне разумный вид. это так называемая лестница нишимуры, ну, точнее, лигера нишимуры. Но это с одной образующей. Что касается алгебры с двумя образующими уже, то есть, если бы вам захотелось формулу с двумя переменами каким-то образом все собрать, эта алгебра, естественно, тоже уже будет бесконечна, но как она выглядит по-настоящему никто не знает. То есть, у нас есть некоторые описания, там, какие-то описания аппроксимации, но до конца этого на счет этой структуры нет. алгебры к двойственному пространству перейти, это ничего? Да, двойственное пространство мы примерно понимаем, как устроено, но, в общем, отдельная тема, вот, то есть, примерно понимаем, так сказать, там, простые фильтры мы понимаем, но, в общем, вот, ну, вопрос, значит, который возникает вот в таких случаях, нет ли алгебра попроще, которым мамбы давали это же многообразие, то есть, хотелось бы получить следующее, и это, на самом деле, типичная ситуация в неклассических логиках. Значит, мы хотим точно описать выводимость, ну, допустим, в интуиционистской логике. Вот, найти такую, такую алгебру, какую-нибудь, которая бы тоже годилась, вот, не только свободная, какой-нибудь полегче. Вот, ну, или это записывается так, значит, все логика алгебры, это все формулы, которые не верны, и вот, значит, какие алгебры, у которых логика в точности интуиционистка. Значит, первое, что было замечено на эту тему, это, ну, как всегда, Гёдель. Значит, значит, Гёдель заметил следующее, что конечной такой алгебры не существует. Значит, если конечная логика задается конечной алгеброй, она называется табличной. Иными словами, то есть, вы можете написать таблицу из конечного числа истинных значений, в которой бы были такие же законы, как в вашей логике. Вот для интуиционистской логики такого сделать нельзя. Хотя люди первоначально думали, что она, ну, какая-то там, ну, трех, ну, десятизначная, что-нибудь такое. Вот, к сожалению, нет. Это слишком слабые тождества, и конечной войдись нельзя. Там очень простое рассуждение, конечно. Вот. Да, у него пиджин-холл, но надо заметить, что вот из этой теоремы, которая была позже, конечно, получена, это тоже следует. Потому что, если у нас алгебра конечна, то там у вас все формулы начнут быть этом... Мне звонят, простите. Сейчас я включу звонок. Значит, этот аргумент должен быть очевиден для всех, что если у вас алгебра конечна, то в ней нельзя построить бесконечно много неэквивалентных формул. Потому что каждая формула от одной переменной функцию задает на ней. А функции там конечное число, так сказать, несовпадающее. Вот. Поэтому отсюда это тоже уже следует. Но это нашли гораздо позже, вот. Когда был Гёдель, ещё как бы плохо понимали, как там всё устроено. То есть Гёдель это доказал на самом деле почти сразу же, как только исчисление появилось. Ну, он был гениальный человек, конечно. Значит, ну вот. Но тем не менее оказывается, что всё-таки можно найти подходящую алгебру, не очень сложную, которая годилась бы вот и в этом случае. Значит, и это связано с тем, с изучением представлений. То есть более общий подход вот к такого рода вопросам это изучение представлений. А именно нас интересует на самом деле вложение алгебр куда-то. представление с точки зрения категории функтора некоторых из алгебры в какую-то другую категорию. И вот первый пример такой это теорема Столма. касается булевых алгебр. Теорема Столна вкладывает любую булевую алгебру в алгебру некоторых множеств. Ну, можно сказать, что это алгебра вида 2 всех мини-кс. x это множество ультрафильтров алгебра на самом деле там немножко больше за этим стоит. Если мы будем это изучать, здесь возникают некоторые поистинные категории булевых алгебры, компактные хорждорфа пространства. это все стоуновские пространства, да-да-да. Вот. Значит, вполне не связано и не должно быть. Это действительно довольно такую хорошую имеет теоретическую текорную интерпретацию всякая вот эта теорема. Ну, из нее в части получается теорема полнотехна классическая, но это слишком большое обобщение этого. И возникает естественный вопрос для других многообразий алгебр можно ли похожие теоремы доказать. Вот. И такая замечательная теорема имеется для случая модальных алгебров. Вот это сейчас я модальные алгебры или еще их называют БАО, как вот напомнили с операторами. Это вот что такое. Значит, у нас имеется булева алгебра, булева, к которой привешены еще некоторые, добавлены еще некоторые дополнительные одноместные операции. площади одноместные. И они должны удовлетворять то, что они известны из модального вольта. Они дистрибутивны относительно конъюнкции или вот этой булевской операции и сохраняют единицу. И тогда возникает теоревое представление. То есть это очень большой класс ангипра в действительности. Там, конечно, тоже уже возникает в этом случае слишком слабые тушицы, алгебра с одной образующей, даже с одним этим оператором оказывается огромной бесконечной, но уже в отличие от интуиционистского случая она совершенно непонятно как устроена. Вот этого уже действительно никто не знает. Одномодальная К. Вот уже в одномодальном случае никто не знает как это алгебра устроена. А если там С4 написать что-то мы знаем, а вот для К мы не знаем вообще ничего. Вот это исключительной трудности задача поедем. Как устроена алгебра. Вот что касается ну потому что там с атом проблемы если понимаете да там она на атомы там неопределимы там получается конечно все плохо. то есть этим даже никто не занимался даже не пытались. вот значит ну вот да и это соответствует ну вот это модель многообразия м а н давайте я его обозначу м а и исчисление к модальное в точности соответствует как раз который мы сейчас упоминали оно соответствует в точности многообразию вот м а 1 но и понятно как это это исчисление задать нужно взять классическую логику и к ней добавить еще вот эти вот аксиомы которые переписать нужно в виде просто формы там правило нужно замена ну да и бокс нужно правило замены вот это это все довольно стандартно так вот оказывается что здесь имеется теорема представления это такой достаточно удивительный факт который был в общем найден и не вполне понят в начале но благодаря нему собственно модельного логика и существует значит для этого мы должны сказать что такое собственно через что мы представляем значит шкала кипки вот ну когда эта теорема доказывалась крипки еще так сказать только что не в детский сад ходил значит то есть это позже придумало было придумано значит шкала крипки это ну многие знают это не пустое множество с бинарным отношением или просто напросто ориентированный граф ну может быть с петельной вот а по нему строится модельная алгебра каким образом значит f плюс это алгебра подножеств с операцией которая следующим образом действует нужно взять из-под множества значит у нас вот есть граф и вот некоторое подножество то вот вот этот квадратик это те точки те вершины из которых можно попасть только вот в это в это подножество больше никуда попасть нельзя то есть это множество таких у из дубль в что все точки которые значит которые мы попадаем они лежат вот ну вот ну в части если мы никуда не можем попасть так сказать тупиковая точка то это тоже пронежит легко проверить что это свойство все выполнены конечно и вот это вот алгебра которая соответствует шкале крипте тогда теорема представления теорема тарского йонсона ну а если у вас н вы хотите то нужно взять а на отношении соответственно значит каждой алгебре модальной можно поставить соответствие алгебру некоторой шкалы крипте вернее каждую алгебру можно вложить некоторую алгебру нечто шкалы крипте а это так называемое каноническое значит f а это ультрафильтры а то же самое как и там то есть как в более случае но еще некоторые отношения там и определяются что ну можно сказать что у rv тогда и только тогда когда для любого x бокс снимается ну вот такое специальное отношение которое так вот было придумано собственно искусственно но оказалось что все работает замечательно то есть у нас получается представление значит у нас здесь вот булево алгебра вкладывается в алгебры множеств а здесь булево алгебры вкладывается здесь модальные алгебры вкладываются в алгебры вот этих вот шкал крипте таким образом это оправдывает понимание модальной логики с помощью шкал крипки и тогда мы можем тогда это дает нам теорема полноте конечно конечно это дает теорема полноте ну то есть мы говорим значит нужно точно определить конечно что такое форму формула верна в шкале тогда тогда и только тогда значит это нужно определить когда наверно булево алгебре ну и здесь мы можем потом про алгебры забыть говорить там про возможные миры и вот получить эту семантику крипки как так сказать ее обычно определяют и это гораздо удобнее оказывается так же как в этом случае удобно говорить про множество а не про абстрактные булево алгебры а здесь удобно вот так это смотреть ну и тогда конечно довольно хорошие теоремы получаются о представлении таким же образом имеется теорема по-видимому тоже Стоуна о представлении как ни странно еще тоже до всякого крипки фактически теорема Стоуна для Гейтингово Хавлево еще так сказать без всякого понимания была доказана еще в 30-е годы для Гейтингово Хавлево аналогично можно по каждой значит я уже тут опущу детали потому что мы к этому потом можем перейти значит здесь в случае Гейтингово алгебра мы должны рассматривать отношения не произвольные а частичные порядки ну и построить значит давайте я напишу вот так вот H А от Гейтингово алгебра частичного порядочного множества думаю меньше ромб значит здесь уже нужно брать не все подможества а только те которые устойчивые ну и на них определить операцию импликации там специальным образом похоже на то как это здесь вот и теорема говорит следующее что всякая алгебра Гейтингово давайте ее назовем А вложим А в А то же самое под канонической шкалы крипки здесь уже в этом интуиционистском случае и соответственно у нас получается теорема полноты тоже для интуиционистской относительно шкал крипки но благодаря этому у нас возникает действительно характеризация интуиционистской логики уже вполне разумным образом то есть мы можем различные способы задания шкалами крипки пользоваться например мы можем так написать что вот это логика такой шкалы конечной тут не хватит как мы знаем но бесконечная довольно все таки просто устроена это дерево которое вот такое частичного порядочного что бинарное дерево просто бесконечное вот таким образом счетное динарное здесь витрицы в каждой точке вот это простейшее но можно вместо одного взять конечное только бесконечное много конечных вот они то они должны ветвиться уже конечные сильно вот это так называемый последность ящиковского значит ну вот вот как-то вот так вот устроится значит первое так потом вот еще на 3 ветвиться и потом на следующем уровне на 4 и вот такие вот конечные деревья их достаточно для того чтобы организовать энтузи мусковой мощность на каждом шаге очень но тем менее как бы это все уже становится достаточно обозрим потому что гейтинг и свободное алгебра мы не понимаем так ну я значит по времени значит у нас ровно полтора часа но мы чуть-чуть там была пауза я еще минут 10 возьму да очень уже очень же схематично скажу про остальное потому что эта часть такая достаточно стандартная и в общем довольно старая вот а самое интересное конечно началось дальше другое дело что не всегда хватает алгебра потому что у нас вот это правило значит во первых у нас может не быть эквивалентности а во вторых вот эта вот эквивалентная замена тоже не очень хорошо может работать тем не менее значит это все применимо в различных ситуациях ну во первых линейная логика которая у нас будет рассматриваться вот и там алгебраический соответствующий компонент это так называемый квантали вот это все конечно интересно на это посмотреть значит ну дальше различные субструктурные логики там исчисления ламбика которые можно отсюда тоже получить ламбика ламбика это полугруппу с делениями вот так дальше еще очень интересная тема так называемые квантовые логики ну это наверняка вы слышали про что такое что в квантовой механике как как бы такая своя очень странная логика ну это же правильно что это один из вариантов интерпретации ну в некотором роде да вот один вариант интерпретации квантовой механики да значит и там нарушается аксиома дистрибутивности значит и это не дистрибутивные но модулярные решетки дистрибутивность заменяется на более слабые свойства тоже огромная наука про это тоже там теоретические представления потому что нужно рассматривать интерпретацию значит квантовой механике в гильбертовых пространствах ну соответственно все вот это вот следующая история это как бы то что касается логики высказанной но нам хочется еще логики первого порядка рассматривать логики высших порядков и здесь возникают самые разнообразные проблемы сразу практически ну во-первых самая ранняя идея подхода к логике первого порядка принадлежит де Моргану еще когда квантеры не были изобретены ну фактически де Морган а потом тапский это надо сказать что это не совсем те алгебры революционные которые из баз не совсем те которые из баз да здесь к сожалению значит по-английски эти термины различаются по-русски к сожалению нет значит это то что по-английски называется relational раз а вот если relational это значит баз данных к сожалению по-русски нету алгебра отношений ну это плоховато как-то это все да ну в общем короче вот они значит что это такое это достаточно интересная история здесь значит тут нужно вернуться к самому началу моего сегодняшнего рассказа что Буль придумал вот операцию над высказом но в то же время был его коллега в этом смысле но по-моему они были в разных университетах насколько я понимаю вот Де Морган и просто его современники коллега который вот что заметил что надо вообще-то рассматривать не только высказывания а еще рассматривать отношения потому что мы когда мы говорим мы еще работаем с отношениями если мы будем работать с отношениями то у нас возникают еще дополнительные операции то есть у нас отношения мы можем рассматривать Булевские операции 0-1 хотя там в революционной алгебре они не так обозначаются но я уж как бы вот а кроме того еще есть ну то что вот там все знают там изначально автоматическое образование что если у нас еще композиция есть инверсия ну я так не пишу как это обычно пишут и есть еще диагональ вот 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 еще три это константа когда мы рассматриваем отношения на некотором множестве значит есть композиция обратная вот ну и почему нам собственно говоря не ввести это тоже в рассмотрение и посмотреть какие то что получаются давайте сделаем значит и получается следующее что мы напишем вот здесь булевский но здесь еще возникают дополнительные должности типа вот например вот это или например вот такое или вот такое ну кажется что можно все это выписать так очень хорошо и получится такая же красивая вещь как для булевых вот прежде всего значит ну вот Деморган все написал оказалось что значит пустя сто лет Тарский решил этим заняться и обнаружил что значит какие то сороковые годы и это тоже какие то сороковые только через сто лет сорок первый здесь сорок первый ну а здесь там не знаю пятидесят ну в общем через сто лет значит Тарский обновил еще одно тождество тоже не очень сложное которое которое значит Деморган пропустил вот и значит определил тоже вот это то что вот этот набор тождеств это называется собственно многообразие relational и дальше захотелось доказать теорем представление что всякая революционная алгебра вот действительно задается алгеброй вкладывается в алгебру отношений теорема неверна оказалась к сожалению значит представления нет то есть эта система аксиом неполная ну и более того значит когда люди стали в этом разбираться обнаружили что конечно полную систему аксиом можно написать но она обязательно будет бесконечной логикой вот ну это все мы будем я надеюсь в какой-то степени изучать значит для того чтобы обнаружить аксиомы которых вот здесь нет значит полезно строить конечные проективные плоскости например вот какие-то странные вещи кроме того в отличие от классической логики где мы можем так сказать все свести к конечной таблице истинности здесь конечно тоже бесконечно много конечной алгебры тоже нету разрешимости нету ничего нету ни для ни для тех которые выводятся из этих тоже как бы стандартных вот минимальных для них тоже нет разрешимости ну и и подавки нет для тех которые верны то есть это что-то что-то получается совершенно необозримое вот очень странная конечно ситуация что мы пытаемся приблизиться к лойке первого порядка и спотыкаемся вот на таком казалось бы ну фактически на первом шаге то есть чуть-чуть мы от свойств переходим к отношениям и все значит все рушится на этом построена на самом деле огромная уже теория сейчас и как бы к конца этой теории пока не наблюдается значит что там реально можно сделать но там по-моему даже с урезанными операциями по-моему вот вот что не значит ну я по крайней спрашивал специалистов значит если мы уберем диагональ то вот будет ли так понятно как это устроено многообразие это никто не знает будет лучше да но если всего-навсего диагональ убрать старый вопрос ну это вопрос да древний да ну как бы да 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 вот но там хоть чуть-чуть что-то вот да ну может быть я тоже что-то успею рассказать на эту тему вот это что касается этой истории ну 10 минут мои прошли значит откуда выезжают категории я скажу буквально два слова кажется что это такая искусственная все-таки вещь что категории ну вот здесь вот мы работаем с алгебрами и нам вроде бы этого достаточно на самом деле как только мы переходим в логику первого порядка то выясняется что алгебраическая семантика по существу во всей своей общности работать не будет она будет конечно для классической логики работать но для не классических логик увы вот и значит ну вот например для интуиция для расширения интуиционистской логики я могу просто привести пример такой совсем коротенький значит возьмем логику это называется логика сметанища это простейшая простейшая логика которые между интуиционистской классической самая простая которая отвечает вот такой алгебре ну или вот такой значит шкале крепкий или алгебра из трех элементов но это правда гейтинговая алгебра не алгебра вот эта лукасевича а она гейтинговая то есть тут надо решетку взять состоит такие 001 ну да здесь вот нет вот это вот это вот три элемента то есть средние это когда сверху есть да 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 три элемента вот у нее есть такая вполне хорошая акцентизированная логика высказывания теперь давайте добавим к ней стандартные аксиомы квантовые интуиционистской логики вот 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 эту логику нельзя акцентизировать никаким алгебраическим способом вот не полна алгебраической семантики а что там под алгебрической семантикой это гейтинговая алгебра берем гейтинговая алгебра берем область вот и это совершенно конечно выбивает искали любого исследователя что как бы тут это все перестает работать вот просто на каком-то тривиальном примере что нужно делать вместо этого вместо этого нужно нужно как-то очень сильно менять наш взгляд на вещи то есть нам нужны не реально не алгебры а категории и соответственно на них и нужно понимать вот эти наши высказывания с квантерами вот но это собственно одна из задач нашего семинара как как действительно нам интерпретировать логику первого порядка если она не классическая интуиционистская например или модальная вот и соответственно что связано с этим в теории категории имеется потому что как бы тут движение было с двух сторон с одной стороны от логики действительно к моделям а с другой стороны совершенно независимо эти модели возникли совсем из других соображений просто из развития математики алгебраической топологии алгебраической геометрии собственно это и привело к развитию теории категории вот этой части теории топусов и то что с этим связано ну на этом я бы хотел сегодня закончить